Здравствуйте, друзья! Вы наверняка уже знаете, что приключилось с Папой Римским. Он, Папа Римский, не призвал Россию выполнять Божьи заповеди. Не убей, не укради, не пожелай поля ближнего своего, не лжесвидетельствуй. Нет, он не сделал ничего этого. Он даже не призвал России убираться из захваченных территорий. Он призвал Украину выбросить белый флаг. Мотивация, потому что у России есть сила. Представьте себе, поразительно, просто поразительно. Поразительно то, что это вещает с такими речами Папа Римский. Интересно, где Иисус Христос мог научить Папу Римского поддаваться злу, вставать перед злом на колени, идти ему на уступки злу. Ну, а Папе Римском немножко попозже. Сейчас о другом таком же миротворце, не побоимся этого слова, Илоне Маске. Что у них общего? И один, и второй показывают, что вот эти идеи преклонения перед злом, они являются популярны в разных средах. И что, собственно говоря, привело их обоих к таким результатам и к таким выводам. В частности, я вам напомню, что Илон Маск в свое время не позволил украинским морским беспилотникам еще осенью 2022 года уничтожить российский Черноморский флот. Он вмешался и сказал, что ничего не сказал. Он просто вырубил беспилотники украинские в радиусе 100 километров от Крыма. И в результате российский флот бомбил украинские города, ракетами «Калибр» убил множество людей, гибли мирные жители, дети и так далее. И фактически Илон Маск, на что он отреагировал? На запугивание со стороны России. По сути, он был результатом запугивания. В частности, предоставив Украине Старлинг, он на свой счет получил массу угроз, например, со стороны такого себе Рогозина, который сказал, а за это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал. Это говорил ему Рогозин со своим батутом. Посол России и в Америке на встрече с Маском угрожал ядерной войной за Крым, Маску. Хотя, наверняка, этот Маск боится не столько ядерной войны, сколько чая с полонием, который ему могут подлить российские шпионы или боится улететь, так как пригожен. То есть, человек не очень боится выглядеть в глазах американцев трусливым или еще каким-то там аморальным. Ему это уже сходит с рук много раз. Он не боится судебных исков, потому что вообще в Америке, честно говоря, можно назвать их демократию, адвокатской демократии. У кого хватит денег заплатить на адвоката, он может годами не выполнять законы, оттягивать, оттягивать. И гораздо больше Илон Маск боится, чем американского государства, правосудия, что его просто побьют как с молоду. Потому что, если вы читали биографию Илона Маска, когда-то его в 80-х годах в Южной Африке, потому что он юго-африканец, он был сильно избит стаей хулиганов. И даже десятилетиями позже его нос ремонтировали. И его отец встал на сторону хулиганов этого Маска. То есть это акты насилия и предательства, которые фактически двигают, скорее всего, его по жизни. Которые имеют последствия на всю жизнь. Кстати говоря, и Маск это сам признавал. То есть насилие и предательство, и перед ним необходимо склоняться, чтобы тебя не отдубасили. А украинский поэт Тарас Григорович Шевченко, позавчера мы праздновали его день рождения, и он говорил, что раз добром нагрите сердце, викны ухулоны. То есть все наоборот. Видно, у него было с этим проблемы. Вообще Маск, наверное, после этого, после предательства со стороны своего отца, но и вообще сложной своей жизни, не любит людей, назвал своего ребенка номером. Представьте себе. И, по сути, стороны добра и зла в украинском конфликте, в войне России против Украины, очень четкие. Но Маск не хочет это принимать. Более того, видно, что Украина не боится. Раз. Не продается. Два. И она показывает Маску, что можно не бояться и не прогибаться, как он. Конечно, это его раздражает и напрягает. Он думает, что все можно купить, потому что у него масса денег. И думает, и сам гнется. А Украина и не гнется, и не покупается. С Папой Римским, который представляет другое крыло, уже религиозное, а не атеистическое, как Маск, в этих настроениях, все еще сложнее. Ну, можно начать с того, что нельзя исключать, что аргентинский левак, который в плотном контакте был с КГБ, как многие там в Аргентине, возможно. Возможно. Но это мы можем только предполагать. Но, что известно досконально, это то, что его обвиняли в Аргентине в том, что он, будучи главой ордена иезуитов во время диктатуры аргентинской, диктатура у них была очень кровавая, 30 тысяч людей вообще исчезли. Их сбрасывали с вертолетов и самолетов в океан. Представьте себе. И жесткая диктатура. И фактически там двух священников эта диктатура репрессировала и фактически убила. И был суд. И обвиняли его как главу ордена иезуитов в том, что он снял с них фактически охрану. Ну, короче, согласился закрыть глаза на их исчезновение. Правда это или нет, но у них там была целая книжка. Его в суд вызывали. И в 2000 году сама католическая церковь Аргентины принесла публичные извинения за свою несостоятельность выступить против генералов. И вот как они сказали, мы хотим признаться Богу во всем, что мы сделали плохо. Заявила тогда конференция епископата Аргентины. И вот суд отметил, что церковная иерархия закрыла глаза на убийство прогрессивных священников. И фактически то есть была вот эта проблема. Книжка, кстати говоря, написана об этом, называлась Молчание Эль Силен Сио. А ее автор украинец, кстати говоря, Горацио Вербицкий. Ну, украинец, аргентинец украинского происхождения. И фактически, что мол, в этой книге написано, что Папа Римский, нынешний, давал зеленый свет для похищения этих священников. Ну, вообще, судьба у Папы Римского сложная. Он признавался, что он работал вышибалой в ночном клубе в Аргентине. Ну, и уборщиком, и так далее. А сейчас он призывает склониться других перед несправедливостью, потому что у нее есть сила. Возможно, это потому, что... Возможно, я не утверждаю, но исключать мы не можем, что, собственно говоря, опыт такой же, как у Маска, связанный с проблемным детством, опыт молодости у Папы Римского, который в молодости склонялся перед диктатурой. Теперь все, кто не склоняются перед диктатурой, ему как бы этим глаза показывают, что можно не склоняться. Вот. И ему неприятно. Точно так же, как маску неприятно. Вот. И мы имеем человека, который должен был призывать к борьбе со злом, призывает перед ним склоняться. Вообще, христиане, которые читают Евангелие, помнят момент, когда дьявол соблазнял Иисуса Христа на горе и предложил Христу все богатства мира, чтобы тот поклонился ему. Но Христос прогнал его всю власть и все богатства. И Бог, христиан, не научит закрывать глаза на геноцид, наоборот, он учит жизнью жертвовать ради братьев, да, кто душу свою положит, братья своих. Не учит закрывать глаза на террор, на убийство и на все остальное то, что сегодня делает Россия. Поэтому это не мир, когда возможны пытки, возможны убийства, возможен геноцид. Это не мир, когда он происходит. Это просто психопат, тиран, приходит в соседнюю страну, убивает тысячу людей, бомбит города, совершает множество военных преступлений. это не мир. Вот, поэтому украинцы, да и все люди вообще должны действовать по-человечески даже в самых сложных ситуациях и нет никаких сложных ситуаций, которые бы преклонение перед злом оправдывали. Вот, поэтому Иисус Христос говорил, побеждайте зло добром, низвергая, стремитесь к правде и справедливости. А Папа Римский буквально вчера сказал, сдайтесь злу, поднимите белый флаг, вернитесь обратно в фараоново рабство, да, чтобы вас там убили миллионами, десятками миллионов, как это уже было. Вот, и самое интересное, что, конечно же, это связано с психологией этих людей и с их огромной властью, особенно у Маска. То есть, ему кажется, что он все уже все имеет, он второй сейчас в мире по богатству, ему кажется, что он хочет себя оградить от всяческих случайностей, хочет продлить свою жизнь в более какой-то длительной перспективе, да, он все мечется и мечется. Ну, конечно, человек с психологическими проблемами, это явно, вот, да, с болезнью, скажем откровенно, болезнью, которая связана с тем, что у него проблемы с социальным общением и с проблемой с эмпатией, да, это болезнь, которая эмпатии проблемы. И в то же время, вот посмотрите, какие у него достижения, вот он именно пытается преодолеть эту болезнь, он пытается понять, что нужно другим людям, то есть включает эту эмпатию на полную и получает результат. Очень интересно, кстати говоря, как он преодолевает эти свои проблемы. Но проблемы со страхом и с контролем за будущим он преодолеть не может и с завистью, кстати говоря. Я, честно говоря, думаю, что много в мире сейчас, ну, не так много, но вот эти особенно богатые и мощные, скажем так, свлиятельные люди, они понимают, что они гнулись, гнулись, а у нас сейчас парень, обычный парень не гнется так, как они, как они гнутся со всеми своими миллиардами, на которые они могут охрану купить и все, что угодно. А у нас обычный парень с простым каким-то, ну, с какими-то простыми вещами, он ничего не гнется и в этом смысле гораздо более достойные, чем они. И, наконец, в Библии надо сказать, что написано не склоняться перед злом, да, написано не бойся. Вот в Библии, как известно, 365 раз написано не бойся, не бойтесь. Практически на каждый день, на каждый день в году, 365 раз. И поэтому украинцы будут слушать Библию, а не папу. Ну, а вас всех призываю тоже делать то же самое, помогать украинской армии. Сейчас мы собираем 77-й бригаде на ремонт техники. Счет я оставляю внизу, кто сможет, тот поможет, а кто поможет, тот будет гордиться этим всю свою жизнь, потому что это важный момент и важное дело, о котором вы будете рассказывать своим внукам. С Богом, друзья, до перемоги. с Богом,